Всем привет, чтобы вы не подумали, что я профессионально чистить кастрюлю, маленькое вступление. Как говорится, у нас как в простой крестьянской семье, жена занимается своим делом, да я занимаюсь своими делами всяческими. Всякой техникой, ручками, огородами, само собой, конечно, и автомобилями. Но когда необходимо, как говорится, мы друг другу помогаем. Раз за два-три в год я помогаю супруге чистить кастрюли. Не в обиду женщинам будет, а сказано, у мужиков и лично у меня это очень хорошо получается. Так как здесь действительно необходимо приложить силу и, конечно, помогают технические навыки. Это у меня здесь летняя кухня. Я от жены уединился, начнешь там заниматься, начнет подсказывать. Нам на нее необходимо горячее воду. Ставим кастрюльку на печку, наливаем водички, включаем газ. Вода у нас подогрелась. Для чистки посуды имеется очень много методов. Я не скажу, что мой метод самый лучший, может быть, есть и лучшие методы. Лет 30 чищу посуду, соответственно, на праздники. Вот этим методом, который, значит, у меня хорошо получается, я его не меняю. Вот, может быть, у кого-то и лучшие методы есть, если есть, пожалуйста, напишите. Дело вроде неприхотливое, но подготовка здесь нужна. Значит, чем я пользуюсь? Значит, ну, первонаперво, это для дна, для вот таких вот грубых вещей. Значит, вот такая вот металлическая стружка или как она называется, не знаю. Уже не взял. Потом мочалка вот такая вот, видите, с одной стороны она мягенькая, а здесь вот погрубее. Вот, затем какое-то моющее средство. Ну, вот у меня ушастый нянь. Гель для мытья детской посуды. Есть сода, есть, может, там где-то что-то такое тяжелое, если будет. Вот такие вот шлифшкурки. Вот я занимаюсь машинами, там, всякой техникой. Вот у меня их валом, как говорится. 500, ниже будут царапины. Вот 500 и 3000. Можно по 3000, по 3000, вполне нормальные виды. Вот такой творочный у меня вот имеется круг. И паста Гоя. Вот этому куску, наверное, лет уже 20 или 30. Чем она хороша? Она больше никуда не используется. То есть, жена ее не может использовать. Больше никто не пользуется, как кроме меня. Вот я, значит, кастрюлю чищу, ну и всякие вот алюминиевые такие вещи. Очень хорошая вещь. Она и сейчас продается в магазинах. В хорошей, красивой упаковке. Перещётка вот такая вот. Покажу вот такую кастрюлю. Вот это кастрюля снежевики. Ну, видите, так вроде жена ухаживает нормально все. Ну, на дно посмотреть, видите. То есть, она не доходит женские руки. Туда оно тяжело. Ну, и в принципе, у меня жена очень занятая. Вот это сейчас, вот она такое состояние имеет. Потом я покажу, значит, как она будет иметь вид, когда я почищу. Так, итак, приступаем. Первонаперво эту вещь надо обезжирить. Вот, соответственно, вот это какое-то моющее средство. На эту сторону чуть-чуть капнули. Вот, и обезжириваем. Даже кое-что и оттирается, видите. Вот, ну, дно вот так вот, в принципе, протирает. Видите, вид, такой божеский более-менее. Вот, значит, надо усилие применять. И, говорится, мужскую техническую смекалку. Видите, она уже и неплохо получилась. Так, на первый взгляд. Раз мы взялись, мы делаем, как, говорится, как мужики, как положено. Здесь, например, чтобы супруги почистить, это надо время часа два, наверное. Наждачка у нас, как говорится, водостойкая. Обмакаю воду и вот так вот чистим ее. Вот, видите, как получается. Сперва с лиганца проходимся, а потом уже конкретно там, где достало чего, еще сделаем. Моментально, видите, раз и уходит. Мы не протерем, так как это нержавейка, так что здесь можно тереть. Не боясь. Вот такие сложные места под ручками. Вот я ножом немножко с лиганца очень легко надавливаю. Наждачкой взять там сложные, вот такие вот они углубления. Вот только без фанатизма, конечно. В одну сторону мы вот так вот движемся. То есть вот так вот вы можете поцарапать. Именно вот в одну сторону и очень с лиганца. Берем опять эту нашу беду и протираем. Видите, она сразу уже берется. Женщины вот этим заниматься, сами понимаете. Во-первых, тяжело. Во-вторых, это очень долго. Здесь посмотрели, где там еще имеется. Вот еще раз почистили. И наждачкой так же ж его так же потерли. Потерли. Папазам так вот немножко ее свернули, как говорится, в трубочку. В процессе чистки кастрюли, значит, здесь сразу возникают такие вот нюансы. Кастрюля должна быть гладкая, поменьше вот таких вот уступов, потому что они, видимо, сделали для красоты. Штамповка какая-то, но чистить ее очень плохо. Забиваются во всех вот этих вот пазах. Вот и вот это, что они тут понаписали, не знаю. Зачем оно надо? Все на веке пригорает. Попробую его вычистить там в середине. Длина. Все. Вот, почистили. Все здесь мы, значит, нюансы какие. Начинать всегда надо со сложных мест, то есть вот подручками. Вот, потому что дальше, честно, терпения не хватит. Тепленько набираем. Вот, теперь мы работаем наждачкой. Пятисотой. Убираем мелкие царапинки. Пятисотая была, или шестисотая. Примерно полторы тысячи, двухтысячная наждачка. Вот, и еще легенца так прохожу. Выполнили эту операцию, то есть мы наждачкой все протерли, все чуйненько. Значит, берем, полируем его. Круг имеется. Натираем пастой ГОИ. Как говорится, в рекламе почувствуйте разницу. Давайте посмотрим, что нам дает эта паста. Вот эта сторона у меня заполирована с пастой ГОИ, а эта без пасты ГОИ. Здесь она вот светлая, то есть она ярко. А здесь уже мутная. Видите, какая. Так, вот и порядок. Все блестит. Новая так не блестела. Видите, как. Крышку то же самое. Здесь такое стекло жаропрочное. Вот она, в принципе, не царапается. Но лучше всего наждачкой тысячной ее нормально она чистится. Вот такой вот, видите, прозрачный. Вот и кастрюлька наша. У меня пошло вот на одну кастрюлю часа полтора. Так что эта работа не очень-то быстрая. Всем спасибо за внимание. Я рад, если кому-то моя вот такая технология, значит, понравится. Может быть, есть у кого другая технология. Вот, посоветуйте. В конце, что я хотел сказать. Мужики, не забывайте помогать женщинам, хотя бы по праздникам. Я думаю, что женщина оценит это и вполне вас отблагодарит. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание. Всех благ. Удачи вам.